Для кого-то новогодние праздники – время отдыха. Для сотрудников госавтоинспекции – это самое, что ни на есть напряженные будни. Стартовые дни года, как отмечают ГИБДД, традиционно проблемные. Сколько бы ни говорилось о том, что застолье с алкоголем и вождение автомобиля несовместимы, всегда находятся люди, которым закон не писан. Выявлено 175 водителей, находящихся в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования в период с 1 по 8 января. Дороже трансное происшествие с участием пьяного водителя зафиксировано одно. Водитель, находящийся в состоянии опьянения, совершил столкновение с движущимся впереди трансным средством. Получили ранение 4 человека. Данное ДТП произошло в Рождество, 7 января в районе Мигаловского моста. Это место, издавна пользующаяся дурной славой, попало в сводки и днем позже, когда на эстакаде случилась авария со смертельным исходом. Несвоевременная обработка дороги противогололедным материалом привела к тому, что Ладу-Калину занесло и выбросило на встречную полосу. В столкновении с УАЗ «Патриот» водитель Лады получил травмы, а молодая беременная женщина-пассажир погибла. Водитель УАЗа и два его несовершеннолетних пассажира также были травмированы. Проезжая часть обледенела, информация была своевременно передана в обслуживающую организацию, но спустя несколько часов после передачи такой информации было совершено дорожетрастное происшествие с погибшим. По данному факту возбуждено дело по 12.34 и в ходе административного расследования мы будем устанавливать степень вины тех или иных должностных юридических лиц и наличие этой вины. 26 ДТП и трое погибших. Именно эти цифры останутся в статистике ГИБДД как показатель аварийности за первые 8 дней 2017 года. Много это или мало? Год назад дорожно-транспортных происшествий было 44, а погибших 10. Получается, что улучшение статистики налицо. Но 3 человеческих жизни – это все равно очень много. Кроме того, в ГИБДД отмечают неуклонный рост количества ДТП с участием несовершеннолетних. И в который раз призывают водителей и пешеходов быть внимательнее на зимних автодорогах. Юрий Бумбур, Виталий Осипов, РЕН-ТВ Пилот.